Штрафы для автолюбителей дисциплинируют не всех. Ежедневно с городских улиц эвакуируют полсотни машин. Вернуть авто обойдется владельцу в 5000 рублей, но, видимо, для кого-то дольше места искать, чем оплатить такую сумму. Юрий Шевченко провел эксперимент и попробовал припарковаться в центре. Удалось ли найти бесплатную стоянку и сколько денег придется отдать за платный паркинг, сейчас узнаем. Мы находимся в самом центре города. Как видите, припарковаться по правилам удалось не всем. Водитель оставляет свои автомобили вторым рядом. Как говорят, свободных мест не хватает. Но, конечно же, речь идет о бесплатных местах. Но мы устроим свой эксперимент и попробуем найти свободное парковочное место. В центре города по будням проезжает около 10 тысяч автомобилей. Парковочные карманы заняты с самого утра. Проезжаем по нескольким центральным улицам. Найти свободное и бесплатное место нам все-таки удалось, но только в районе набережной. И потратили мы на это почти полчаса. Потеряли время и в пробках. Еще один минус – нехватки парковочных мест. Оставленные вторым рядом автомобили занимают целую полосу. А некоторые водители бросают машины прямо на тротуарах. Посмотрите, все обочины заставлены автомобилями. Правил никаких нет. Люди, которые хотят получить здесь свою услугу, купить какие-то товары, они не могут здесь запарковаться. Они не могут приехать, получить услугу и спокойно уехать. Из-за неправильной парковки водитель рискует найти свой автомобиль на спецстоянке. Чтобы забрать свой транспорт, придется выложить около 5 тысяч рублей. А еще и штраф. В среднем с Тюменских улиц ежедневно эвакуируют полсотни машин. Решить дорожный вопрос помогут платные стоянки, уверены городские власти. Час здесь обойдется в среднем в 30 рублей. При этом первые 15 минут бесплатные. Уж лучше платная парковка, чем со штрафстоянки забирать машину. Это дешевле обходится. Если, допустим, временно поставить, минут на 15 припарковаться, это прям идеально. Потому что всегда есть свободные места. А если брать на весь день, честно, это невыгодно абсолютно. То есть это рублей 400 в день выходит. Это очень накладно. Заезжая на платную парковку, оплачу я там лишних 15 рублей за ожидание. Зато я не имею никаких проблем вообще. В Тюмени сегодня действует 8 муниципальных парковок на почти 600 мест. Оплатить услугу можно не только через паркомат, а также в специальном приложении или на сайте tmnparking.ru. А с конца ноября платными станут еще несколько площадок в самом центре областной столицы. С 29 ноября у нас вводится второй этап платного парковочного пространства города Тюмени. И он будет введен в границах улиц Челюскинцев, Герцена, Провсоюзная, Советская. То есть в этом квадрате все парковочные места, все парковки будут переведены в платный режим. Такие меры коснулись пока только центральных улиц. Требования, вероятно, вынуждены. Количество участников дорожного движения с каждым годом растет. А как показывает практика, с введением платного режима парковок пропускная способность улиц уже увеличилась на 7%. Юрий Шевченко, Андрей Харькин, Чеменская служба новостей.